Здравствуй, мой милый ребенок! Сейчас я расскажу тебе сказку про мальчика, от которого убежал в сон. Жил-был один мальчик. Жил он в большом городе, в большом доме и в большой квартире. Мальчика звали Митя, и жил он с мамой и с папой. Еще в доме жил кот Василий. Василий боялся Митю, потому что Митя любил таскать его за хвост. Однажды вечером мама стала укладывать Митю в постель. Но Митя хотел смотреть мультики, а спать не хотел. Он ныл, капризничал, вылезал из кровати и вообще вел себя плохо. Мама старалась успокоить сына. Она почитала ему книжку, рассказала сказку, но Митя никак не спал. Наконец, мама устала от того, что Митя не спит. Она строго велела ему спать, выключила свет и вышла из комнаты. Митя стало скучно, и он подумал, что неплохо бы уже уснуть. Он стал вспоминать, как он делал это раньше. Но у него почему-то ничего не получалось. Вообще, у него было такое странное ощущение, как будто он забыл, как люди засыпают. И вдруг он увидел, что на краю его кровати сидит большой зверь. Зверь был весь покрыт длинной шерстью. Он был похож на большого, белого, прозрачного, лохматого медвежонка. И при этом у него были большие мягкие уши, свисавшие по краям головы, как если бы он был слоном. Он сидел с краю кровати и внимательно смотрел на Митю. Митя испугался, но не стал звать маму. Зверь все сидел и смотрел. Тогда Митя спросил у зверя, ты кто такой? И что ты тут делаешь? Зверь ответил, я твой сон. Когда я сплю, ты тоже спишь. Если я не сплю, то тебе никогда не заснуть. А если я от тебя уйду, ты вообще никогда не сможешь заснуть. Митя удивился. А почему я тебя вижу? Ты же должен быть невидимым. Сон ответил. А потому, что ты все время капризничаешь, требуешь слишком много шоколада и сладостей. И смотришь слишком много мультиков. Поэтому я решил уйти от тебя. Но перед этим я хочу, чтобы ты знал, что произошло. Митя заплакал. Не уходи. Я не буду есть так много шоколада. Я перестану есть сладости и не буду капризничать. Я даже не буду просить у мамы мультиков, когда она не разрешает. Что я буду без тебя делать? Сон сказал, ты это уже и раньше маме обещал. Поэтому я решил, что ты должен на самом деле понять, как это так, жить без сна. Я ухожу туда, где живут все сны. В город, который называется Саносомно, что означает крепкий сон. «Когда устанешь жить без сна, ищи меня там». После этого солнце скользнул с Митиной кровати и исчез в дальнем углу комнаты. Митя долго лежал, думая о разговоре со странным зверем. В конце концов он решил, что это ему все приснилось. Сладко зевнул, повернулся на бок, собираясь заснуть. Прошло несколько минут. И вдруг Митя понял, что он все еще не спит. Он разозлился. Теперь он уже хотел заснуть, по что бы то ни стало. Он лег на спину, уставился в потолок и начал представлять себе овец, чтобы их считать. Но овцы почему-то тоже не представлялись. А вместо них стали представляться конфеты, которые он съел на дне рождения у своего друга Коли. Конфеты были очень вкусные. И Митя съел их очень быстро. А когда Коля захотел съесть конфетку, то оказалось, что уже конфет нет. Потому что их все съел Митя. Коля тогда расстроился и заплакал. Тогда, на Колином дне рождения, Митя радовался, что он успел первым, и все конфеты достались ему. Сейчас Митя вдруг подумал, что, может быть, не так уж и хорошо было съедать все конфеты. Может быть, надо было и Колю оставить. Все-таки день рождения был не Митин, а Колин. Митя помотал головой, отгоняя от себя неприятную мысль. Он снова засредоточился на овцах. Он усиленно вспоминал, как выглядит овечка, которая прыгает через изгородь. Но, увы, теперь вместо овцы у него перед глазами возник образ пирожных, которые он ел сегодня. Мама купила их, чтобы угостить свою подругу, которая должна была прийти пить чай. Мама спрятала пирожные в буфетном шкафу, но Митя подсмотрел. И когда мама отвернулась, чтобы развесить постиранное белье, достал пакет с пирожными и съел все, кроме одного. Когда к маме пришла ее подруга, то оказалось, что пирожное только одно. Мама с подругой разделили его пополам и все-таки попили чаю. Когда мамина подруга ушла, мама позвала Митю и спросила, не знает ли он, куда делись пирожные. А Митя сказал, что он не трогал, а пирожные съел кот Васька. Мама долго смотрела на Митю, потом отпустила его и занялась своими делами. В тот момент Митя был очень рад, что мама поверила, что это кот Василий съел пирожные. Но сейчас, когда он пытался посчитать овец и заснуть, это происшествие уже не выглядело так хорошо. Мите внезапно стало стыдно. Он снова помотал головой, отгоняя от себя неприятные воспоминания. Теперь он уже стал представлять себе овцу с некоторым страхом. И точно, овца, которая уже стала получаться в уме, вдруг превратилась в того белого прозрачного зверя, который сказал, что он Митин сон. И этот сон сказал, Митя, ты можешь пересчитать хоть миллионы овец, но пока ты не вернешь меня, ты не сможешь заснуть. А сам я не вернусь, потому что мне надоело твое себя любие, твой эгоизм и твоя любовь к сладкому. Ты даже маму свою на сладости обменяешь, если это будет возможно. Тут Митя уже закричал, сон, подожди, не уходи, скажи мне хотя бы, где тебя искать. Сон ответил, спроси у кота Василия, если он простит тебя за то, что ты постоянно возводишь на него напраслену и перекладываешь на него вину за свои проделки, и еще таскаешь его за хвост, то он тебе скажет, где находится город Сано-Сомно, то есть крепкий сон. И сон исчез. Митя сел в постели. Ему было грустно. Злиться он перестал, грусть наполняла его. Он подумал, что теперь каждая ночь будет вот такой, и что это очень грустно. Он так не хочет. Он хочет по ночам спать. Митя посмотрел в окно. Было еще темно. До утра было еще далеко. Тогда Митя завернулся в одеяло и решил просто ждать утра. Это ожидание было самым долгим в его жизни. И вот, наконец, настало утро. За окном посветлело, и в комнату упал солнечный луч. Митя встал и оделся. Он решил, что надо сделать так, чтобы мама ничего не заметила. Он ощутил в себе решимость найти свой сон. Когда мама зашла к Мите в комнату, то она очень удивилась. Митя был уже полностью одет. Кровать его была застелена. На самом деле Митя боялся. Как бы мама не догадалась, что что-то произошло по виду полностью разоренной постели, в которой он проворочился всю ночь. Поэтому он застелил ее сам. Мама открыла рот, чтобы послать Митю в ванную умываться и чистить зубы. Мама уже была готова к ежеутренней ссоре с Митей на эту тему, потому что Митя очень не любил умываться и чистить зубы. Но сегодня Митя даже не пошел в ванную. Он туда побежал. Молча, не капризничая, съел завтрак. А когда мама предложила ему вафлю, то он с ужасом оттолкнул ее от себя. Все, он больше не будет эгоистом и для начала откажется от сладкого. Наконец, все утренние процедуры закончились, и Митя попробовал подластиться к коту Василию. Василий не очень любил Митю, потому что Митя часто таскал его за хвост и сгонял его с любимого кресла. Митя весь день ходил вокруг Василия. Он вызвался давать ему еду и чистить его лоток. Кот Василий весь день следил за Митей круглыми желтыми глазами, как будто ожидая, когда Митя начнет вести себя, как обычно. Когда наступил вечер и пришло время ложиться спать, Митя уже не капризничал. Он молча выслушал сказку, которую ему на ночь прочитала мама, вздохнул и отвернулся к стене. Он приготовился провести еще одну бессонную ночь. Мама выключила свет и вышла, прикрыв дверь. Митя стал думать, что ему надо сделать, чтобы кот Василий научился ему доверять. И вдруг дверь комнаты скрипнула, и кот Василий скользнул внутрь. Он вспрыгнул на Митину постель, громко мурлыча. Митя сел в постели и полный счастья протянул коту руки. Митя почесал кота по макушке и за ушком, отчего кот замурлыкал еще громче. И вдруг Митя понял, что он понимает, что же ему мурлычет кот. Кот говорил, Митя, я был на тебя очень обижен. Ты всегда обижал меня, тянул меня за хвост, никогда не делился со мной лакомствами, всегда все съедал сам. Митя покраснел, радуясь, что в комнате темно, и Василий не может увидеть его пылающих щек. А кот продолжал говорить, «Твой сон, Митя, говорил мне, что ты внутри лучше, чем кажешься. И он решил воспитать тебя. Если ты действительно понял свои ошибки и готов их больше не повторять, то ты найдешь свой сон». Митя прошептал, «Василий, я очень сожалею о том, как я себя вел. Помоги мне найти мой сон. Я не хочу считать овец ночами». Василий промурлыкал, «Хорошо, ты должен знать, что город саносом, но крепкий сон, не существует в реальности. Он находится в мире снов, и чтобы попасть туда, надо заснуть». Митя заплакал, «Но ведь я не могу заснуть, что же делать?» Кот сказал, «Не обязательно совсем засыпать, чтобы попасть туда. Туда можно попасть через грезы. Ты знаешь, люди иногда грезят. Это такое состояние между сном и бодрствованием. Его называют дремотом. Коты находятся в этом состоянии почти всю свою жизнь. Тот, кто умеет впадать в это состояние, счастливый человек. Он может высыпаться без сна, ему не нужна постель, и он может дремать где угодно». «Я не хочу дремать где угодно», зашептал Митя испуганно. «Я хочу ночью спать в своей кровати». «Хорошо, хорошо», сказал кот Василий. «Не хочешь, не надо. Я просто хотел поделиться с тобой кошачьим рецептом счастья. Но чтобы найти твой сон, нужно сначала задремать». «Как это сделать?» спросил Митя. «Делай, как я», сказал Василий. «Я сейчас буду мурлыкать». «Ты мурлыкать не умеешь, да тебе и не надо. Просто когда я буду мурлыкать, ты вдыхай и выдыхай воздух. При этом тебе надо слушать свое дыхание. Сначала у тебя в носу, потом у тебя в горле, а потом в твоей груди. Сначала тебе будет трудно, потому что ты не привык. Поэтому давай тренироваться». «А что потом?» спросил Митя. «А потом ты впадешь в дрему и начнешь грезить. И когда это случится, я к тебе приду, и мы пойдем в город Саносомну. Крепкий сон», ответил Василий. «Тогда давай задремывать скорее», прошептал Митя. Он свернул свое одеяло, положил на него подушку, сел, облокотился на подушку и почувствовал, что ему очень удобно сидеть. После этого он начал вдыхать и выдыхать, прислушиваясь к звукам в своем носу, горле и груди. Вот так. Попробуй и ты. Давай, вдыхай. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох и выдох. И так Митя продолжал дышать, пока вдруг не обнаружил, что он стоит на лесной тропинке, а рядом с ним сидит кот Василий. Митя очень обрадовался. От радости он хотел обнять Василия, но кот махнул хвостом и пошел вперед по тропинке. Митя побежал за котом. Лес, через который они шли, был очень красивый. Зеленые ветки деревьев свисали вокруг тропинки. Ветер слегка шевелил листья и мелкие веточки. Лучи солнца проникали сквозь кроны деревьев, и в этих лучах Митя видел по краям тропинки яркие разноцветные цветы, между которыми поднимались огромные шляпки грибов. Грибы были белые, коричневые, красные, а некоторые были красные с белыми пятнышками. На грибах сидели цветные бабочки и сверкали капли росы. Капли росы сверкали и на цветах, и на листьях. «Что это?» спросил Митя у кота, поведя вокруг рукой, чтобы охватить то, что их окружало. «Это лес твоего воображения», сказал кот Василий. «Вот сейчас я точно знаю, что внутри ты добрый мальчик, поэтому твой лес воображения такой теплый, светлый и радостный. У плохих людей этот лес мрачен, а иногда и страшен». Митя притих и поспешил за котом. За очередным поворотом тропинки они вышли на край поля, а на другом конце поля они увидели очертания красивого города. Там вздымались башни, башенки, дома, домики, мосты, мостики, деревья и прочие элементы городского пейзажа. Все это напоминало кружева, сливочную пену, было очень-очень красиво. А вообще, Митя вдруг подумал, что город Сано-Сомно «Крепкий сон». Напоминает ему большой кремовый торт со сливками, украшенной клубникой. Митя вдруг вспомнил, что такой торт мама с папой купили ему однажды на его день рождения. И тогда к нему еще в гости пришли бабушка и дедушка. И Митя тогда не позволил никому, даже бабушке, взять себе кусочек торта с красивой башенкой из сбитых сливок и с клубничкой сверху. Он все хотел только себе. Митя стало стыдно, он покраснел. И тут же тучка набежала на солнышко, небо потемнело и подуло холодным ветром. Кот Василий посмотрел на Митю и сказал, «Если ты сейчас соберешься плакать, то мы вымокнем под дождем. Здешняя погода полностью зависит от твоего настроения». Митя тут же взял себя в руки, решил, что попросит у мамы с бабушкой прощения, когда вернется. и стал смотреть вперед на город. Тучку тут же унесло прочь, снова засияло солнце. Митя и кот Василий зашагали к городу. Они вошли в городские ворота и пошли по главной улице. Вокруг них сновали прохожие. Прохожие выглядели как разные сказочные звери. Кот Василий сказал, «Это все сны разных людей, которые потеряли свой сон. Посмотри, какие они разные». Митя внимательно смотрел по сторонам. «А разве эти сны не хотят вернуться к своим хозяевам?» Василий мурлыкнул. «У снов нет хозяев. Люди могут быть им партнерами, друзьями. если все хорошо, то сон дружит со своим человеком. Если человек обижает свой сон, то сон уходит сюда и живет здесь». Митя удивился. «Я думал, что человек и сон неразлучны, а ты говоришь, что это не так». Василий ответил, «Обычно это так и происходит. Но ведь могут быть капризные сны, больные сны, разные другие сны. И человек и кот должны очень заботиться о своем сне, чтобы тот оставался здоровым и не стал бы эгоистом, не закапризничал бы или даже не сбежал». «Понятно», сказал Митя. «Оказывается, сны такие же сложные, как и люди. А теперь, как мы найдем мой сон? Я хочу попросить у него прощения и попросить его вернуться». Василий огляделся. Он сказал, «Твой сон будет ждать тебя на круглом углу после тридевятого поворота от тридесятой улицы. Пошли, у нас нет времени». Кот побежал вперед большими прыжками, а Митя поспешил за ним. Это было удивительное путешествие. Город вокруг был пестрым, чужие сны сновали взад и вперед, и Митя быстро перестал понимать, на какой улице и на каком повороте они находятся. Если бы не Василий, или он быстро бы заблудился. Но кот Василий бежал вперед так, будто каждый день ходил этой дорогой. И вот наконец они завернули за очередной угол, и Митя обнаружил, что угол круглый. За углом была небольшая круглая площадь, посредине был фонтан, у фонтана стояли лавочки. Спинки лавочек и подлокотники были украшены старинным чугунным литьем. На одной из лавочек сидел. Да, это был он. Митя сразу его узнал. Белый лохматый медведь с большими вислыми ушами. Сон, закричал Митя и побежал к нему. Сон встал со скамейки и подождал, пока Митя подбежит к нему. Они обнялись, и Митя сказал, «Прости меня, сон, я понял, что я был большим эгоистом, все сладости хотел только себе, маме помогать не хотел, хотел только развлекаться. Я постараюсь больше так не делать». Когда настало утро, и мама зашла в Митину комнату, она увидела, что Митя спит полусидя. Его рот был приоткрыт, и он тихо дышал. А рядом с ним на кровати спал кот Василий. Мама не увидела, что с ними был еще один компаньон. Он выглядел как прозрачный белый лохматый медведь с большими ушами. Мама нахмурилась. Уже утро, пора вставать. Но почему-то ей стало жалко будить Митю и кота Василия. Она вышла и прикрыла дверь. Пусть выспятся, им это сегодня нужно. С тех пор Митя очень изменился. Он перестал капризничать, начал помогать маме, перестал таскать за хвост кота Василия, стал делиться с ним лакомствами и чистить его лоток. И вообще они очень подружились. И Митя почти перестал кушать сладости. Каждый раз, когда он видел что-то сладкое, он сначала спрашивал своего сна, не повредит ли это ему сну. И только если сон соглашался, то Митя брал себе маленький кусочек. Митя